Ты жизнь подарила, а хочешь взамен Не вру я ни капли, не вру я совсем А там я не глядя свою за твою Ведь я тебя, мама, не просто люблю Я все там на свете, мама, знай Ты только до меня не умирай Меня за эти мысли не ругай Ты только до меня не умирай Когда над тобою кружит воронье А ты меня любишь, спроси ты ее Спроси на рассвете ты маму свою Она же ответит, не просто люблю Я все там на свете, мама, знай Ты только до меня не умирай Меня за эти мысли не ругай Ты только до меня не умирай Когда горят раны Мы все кричим, мама Когда горят раны Мы все кричим, мама Я все там на свете, мама, знай Ты только до меня не умирай И не остальные мысли не ругай Ты только до меня не умирай Ты и женщила Что от нее притворят вороньи Два Ты и женщина Можно Шерапетка Приветствую Субтитры Субтитровя Субтитры Субтитры Дар от Бога. 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 нам опове в крюче это все. Я вам только упреждам. Прийти час заплаты за вашу глупоте, за праинство, тхурство. Прийти час заплаты. Как верти нормальность, то таци как я будем вас вылапывать до тяжелой работы, чтобы вам себя мдло робило из-за мэксения. Вы, по-папрањцы, едны. Как можно? Как можно дать на то, что есть обычным запсцањстом, бандероским зиадостом? Как можно? Прикиниться ся до мордер за стороны бандеры. Бо они забирают Украинцов нормальных, как и ровнеж Росјан. Чи Украинцы часто как бы могли, то бы уцекли до Роси. Велу ся удало. Но то, что есть в Польске, то есть одна велика бандера. На ваш кост пуговки урождают соби балеты. смејј се с Вас, пушцијјј сојјјоць сајјоць сајјоць на ваших оцах. А то свидетельство едне, что не дојс, что не маќе учујј, то еще опрош того не знаќе кумплетне пађзијј Вы, и аналфабеи, вы, и вы выкастрованы, Это не меняется в голове, пани Мiano. Я просто сейчас, как это увидел, Мне храг тратил. Не буду больше говорить. Пройдем к чему-то, что есть прекрасным, добрым, нормальностью, еще раз повторяю, от Бога просто. И удовлетворяем вам, что так есть. Поэтому, пани Войтку, то, что повторялись неразь, я szczególнее накиск на то, что укладывала, что не старуйте, полиниасы, что искра выйдет из гною. Искра из гною не выйдет, повторяем это много раз. Не имеет такой возможности, потому что гною сгниет, с дуами, с ду си искр. А ваш стража грыжоброды на певно вгаси каждую, как бы появилась на этой полиниасской земле. Потому что он может плонуть. Искр вгаси каждую. Но этой в России может ему не уда. Нигде не поконите. Искр в том, что мы говорили, если бы он предоставил себя в большом уровне до слушания, для обычных полков, то была бы эта пропаганда и ненависть штука. Это ненависть штука. Мы не имеем поводов до ненависти. Ничего нам эта Россия не делала. И не имеем поводов себя с ней видеть. Даже мало того. Видя, как этот народ живет. Я смотрю от какого-то часа тоже те стороны. И смотрю на этот мир, потому что я раньше не интересовала. То поровнувшим Россию до Украины и президента Путина до президента Зауэцкого, то даже вы, полцы, не видите, католики, не видите, ясно и выразно, диабла. Уже в таких категориях буду говорить. Зауэцкий, как говорит, то говорит, как бы з пекла, з дна пекла, твёрна пекелинка, и муэма пекелинка. И роби вещи пекельные. Разом з тума Америка, которая в этом всем руководит. Не мам сњу, пани Мяуанно. Не мам сњу. Пане Войтку, как народ, за преспросением этой Росии, мы еще поможем. Так должно выглядеть, чтобы мы были нормальным народом. То бы смы помогли и были бы смыслейцами с народом, бы właśnie правдивых врагов поконать. Бо там са врагови. Там са врагови. Не только ходи о Зауэцкого, но и о керывание этим народом. Кто там роби интересы, за чьи интересы. Не только за Украинские. Мы будем гинуть. И сегодня рано, скажу так быстро, Пане Войтку, спад какой-то дрон. Но то, что они выгадывали через несколько годин, то о Панцце до неба воўа. То мэзжцињни. Я си на этих речах не знам техничных. ПОЛКО си там выповидаў. И как си штули. И как раз взајм си подняцали. Они уже бы в войну сделали. У какогось дрона, который спад, и на певно то был росыјский. И не находясь го, не маяц никаких доводов, есть целый час на пепшанка, что был то росыјский. И че стрелать, че не стрелать. Дескусје. Че волно застрелить объект, как лечи. Че не. Бо могут застрелить невинных людей. И так далее. Але, але найвьище проблемов, то мили зе знализием. Ведели, где спад, але знализь го не могли. Але не знализли и гадали, что росыја. Че му служај такие бздуры? И то си выповидајј люди, которые си знајј на технице, са специалистами, војсковыми. И служијо то, через несколько годзи, только и вылочни с чују. И так си сунули слова бридки на уста. Чещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещеще бить на правде и этой войны чещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещещеще И Все, что поджигают А вы, тема улега Пирси утикнут Пирси, как сдужут Пирси утикнут Соби даже не даете справ Какие это с мирноты Мало того, пани Анну Это не сады специалисты Ни от справ технических Ни от войсковых Это обычные полглубки Тэмпе Там не ма ниц в этих головах, пани Анну Там ест только За пенядзе Предавание се, как проститутка З демобилу Ниц венце, пани Анну Он все сделает Власне говно за жрэ Чтобы только ся подвизать Тем не выдрапанным Така ест правда В таком мы говне живем Бо они бедзо хотели посеять за собом Якнайсвейшую имусть этих idiotов Ме этих idiotов не жал В той więksскости своей Абсолютно Уважам, что Певне вещи Повинны Добить конца И в певном стопниу Си очищите Бо то есть робачство Для меня dzisiaj Вече ко? Я в этом полаке Бо то есть полаке То есть полаке Повинна? С помунду носи? Повинны Повинны Кто меня потребует, Паню Янно? Полска меня потребует? Полска меня потребует? Какая Полска, Паня Янно? Я в Польше живу. Я в Польше живу. И Пана Марка. И подобных до нас людей. Может у нас есть герстка. Но мы в Польше не видим мужчин. Такого, как молодой мужчина в России. Но он там не сам. Он там уродил людей. Он уродил не в згнилизме. В варуках, в которых не згнили. Но если бы он такой в Польше уродил, так как говорила, Витек был даром. Но полска... Презвита полска его... По-просто... Забила. Потому что нет ничего на это слова. И он спевал беда. Прошу, полско не умирай. Но та полска уже умерла. Она уже может только, Паня Войтку, смартфиться. Потому что она уже давно умерла. Он еще резко спевал. Прошу, полско не умирай. Полска умерла. Полска умерла, Паня Янно? Это даже не месяцный... Я бы сказал, месяцный труб. То бы я посадил грубо. Там не есть шанс на какую-то реанимацию. Там не есть ничего. Там не есть ничего. То есть... Купа говна, Паня Янно. Купа говна. Купа говна. Знаете, что? Это дар от Бога. Витек тоже был даром от Бога. Паня Янно. И он стал... През вас... Витек. 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 Купа говна. Купа говна. Купа говна. Купа говна. Витек. Купа говна. Купа говна. Купа говна. Купа говна. Купа говна. Мужчины, бо уже таких не ма, нистете не ма. В Польске не ма межчин, не ма их не только в политике, не ма их в Кощеле. Не ма мэских постав, мэских заховань. Ну, певне все межчинские там слушатели нам не поображают. Но трудно. Если себя чувствуете межчинами, не отберам вам этого. Но так на правде... Какое рыжко, какое рыжко, ма пани, что когось пани образи? Какое то рыжко, пани Анну? Пани Войтку, если ма межчинь, то сон гдесь в маших, невидочных местах. А я говорю о тех нащечниках. О тех, кто ж, по-миньми ищ за ними. Повиньми дајть przykład мэскости, мэсства, заровно в политике, как и в Кощеле. Муя о таких. Не до наших видов. Может, гдесь там повсяк, как-то говорится, еще гдесь хуа бухова. И нас сейчас слуха. Пани Анно... Но так оголнее не ма их. Пани Анно, в Варшаве, на главном месте, там было очень много людей. Пытам себя. Хоча ж одна особа. Была там группа только. Не знаю, че их было пять людей. И это все. И они приехали, бо везли, что се шикует. Как это возможно? Конечно, Збавица Рыжего не было. Пани Анно, не знаю, не знаю, но мы только по жару. Мы только по жару. Конечно, Збавица есть целый счастливый, за перепросением Рыжи, что так все происходит. Я вспоминал, что несколько лет тому намазал, чтобы Украинцы приезжали и отбирали свои. Збавица уже. Он тоже сказал, что Поляцы тоже могут это сделать в другую сторону. Только кто им на это позволит? Правда? Вы знаете, что это только в одну сторону. И кто это говорит? Дорогие друзья, Паню Анну, пушь там. Кто мне немного спадает? Пожалуйста. Прошу. Я вас поздравляю с невиданным успехом. Здравствуйте всем. Честь доброго. Доброго здоровья. Храни Бога. Храни Бога. Я про ваш спектакль. Это спектакль. Это шоу. Это что-то цельное и сверх того, что было в истории жанра. Роковая музыка, да, в основном называется? Ну. Да, да. Звучание. Но она вдруг, в отличие от того, что было на свете, обрела такую глубину, такую художественность, окрашенную грандиозной идеей любви к Родине, к защите Родины, к всему сердечному, что накопил наш народ. И вам удалось это сделать. Вы посланы Богом. Даже полиньицы, не пробуйте этого понимать. До вас это не было. Вы гниоты. То, до этой расчетки Полаков в Польше. И, что некоторые говорят, что люди за границей не имеют права голосу. Так? И кто то говорит? Та totalна большинство этих полгубков. То есть для нормальных людей на грани. Что это происходит. что это происходит. Но в России, как-найбардзи, это происходит. А уже не говори о том, что это всегда, и это перенитирование. Там, недвижность, или патология. А такие реакции очень пленуют, чтобы были всегда. И это помогает его работе. И это помогает ему в его работе. Паня Янно, пожалуйста, как бы Пани могла эту сцену омолить. Halo? Или Пани храпута? Скажите, Пани Войску, не храпутам. Я росыського в детстве учитываю давно, немного там мне сейчас вспоминаю, потому что когда нас учено росысьского, то что нас хорошо в этих школах учено, потому что сейчас то, что слышится в гимназиях и в этих литерах, это все о дупе. В каждом случае, где-то там по тылу летах мне вспоминают и алфабет, что мне вспоминают и этот. Не притумачиваю все. Нам мы лучших специалистов. Язык росыський это такой такой подобный до нашего. Можно было того, что ему дякую за то, что доконал, ином не удалось и ствердить, что есть даром от Бога для России. Доконал чего-то, что в истории уже давно не старилось. в России. Так, то могу в скруче. Если сильно туматься, то, что там может что-то 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 в России. Еще не мы не знаем, что важная в России. Но мы тоже будем делать такие материалы, потому что для нас есть украшение. Это тоже будет для людей, которые нас слушают. Потому что люди, которые нас слушают, которые слушают, имеют тоже большую охоту на то, чтобы такие вещи слушать. Это нормально. Мы 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 спрагнение нормальность. говорим о правых. Потому что этого не нет. И этого не будет в Поле. Вы понимаете это? поля если не мастерия не не это искусство. Это мастерия. Все мастерия будут под ключит до тяжких роботов. В этом они предыдущие дробные. В остатке в гури. Не думайте, что это будет замесено под дыван Не, потому что мы в часах остальных И люди таки, как я, пани Анна Есть у нас мимо всего немного Витек, Марек Ну, мои дорогие Мы вас вылапимы, как мой Юл Эпер Преконайте себя Это не стоит о том Если нам что-то станет Не мартьте себя Запречьте, как есть А уже с уверенностью Тего не дыдь не отпусти Не отпусти, чтобы под самым носом Ляглася крша Найвейшая из самых больших Обок этой желтой Препрошу, червоно-царной На то себе не позволит И никто бы себе не позволил Не можно полегнуть Гангрины 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 Прzepraszam, półгубки To faktycznie Witek miał rację To jest Komplement jeszcze Korników tam nie ma nawet u Was Bo wszystko zeżarte Jak można być taką padliną Patrzeć Na to wszystko, co się Dzieje w Polsce dzisiaj Ja pamiętam 10 lat temu, jeszcze Polska nie zginęła Ale zginąć musi Już nie pamiętam, в котором to mieście było Teraz to jest nagminne Korcia ciocia Była oburzona Że w Łodzi Na Piotrkowskiej Śpiewali Czerwoną Kalimkę A ja się pytam Ty gmiocie jeden Korcio ciocio Srocio ciocio Pierdzio ciocio Podszedłeś Gębę otworzyłeś? Nie, nakręciłeś Potem byłeś odważny za poterem I tak zawsze z Wami jest No właśnie Zabrałeś mikrofon Korczy ciocia Ukraińcowi mnie wyszarpałeś A Ukraińcowi nie umiałeś Właśnie Właśnie No właśnie I Ty jeszcze śmiesz mówić, że tu jest Polska? Dla kogo ta Polska jest? I tak nie zrobiłeś z Ukraińcem? Właśnie Tak jak ze mną Nauczyłeś się Prosto trzeba było powiedzieć Zabrać mikrofon i powiedzieć Tu jest Polska Do mnie to potrafiłeś wzroslić Bo się upomniałam o żydowstwo Dokładnie A na nią miałeś Dobrze Pani Janno Teraz tak Te 20 sekund Co on zaprasza To zostawimy na koniec Bo pięknie tutaj Zrobi to A teraz puścimy Panie Wojtku Ten wywiad Z ludziom Bo on jest Przed kilku godzin Dobrze Wywiad jest na stronie Argumenty i fakty No trzeba sobie Wukwami pić Tak jest Już pokazuje Pani Janno Już pokazuje Tytuł jest Póki ja żyję Służę Rosji Chciałbym powiedzieć Jeszcze raz mówię Argumenty i fakty Chciałbym powiedzieć Panie Janno Te same słowa Póki ja żyję Służę Polsce No nie to jest w ogóle To jakbym to powiedział To bym był totalnym idiotą W tym momencie To bym był zwyczajnym Przedawczykiem Kolaborantem wręcz Gdybym tak powiedział Więc odpowiedzcie Sobie wygmioty Twojej większości Kim wy jesteście I wy będziecie Mówić Że my jesteśmy Normalni Że my nie jesteśmy Polacy Do czego to doszło Dalej Liście Duska W tej flagi Czarno Czerwonej Dalej I smacznego wam życzę Zobaczycie jak się zachłyśniecie Ach Jak się doczekać nie mogę Żebyście dostali Takie Rżnięcie Jakiego jeszcze nie dostaliście Wam się należy Tym ludziom Ponad pół miliona Wymordowanych Nie należało się Nie należało się To była taka rzeź Że modlili się Żeby umrzeć Od kulki Natomiast Wy W wielu przypadkach Potomkowie To ci ludzie Tam w grobach Nawet Nie chcieliby na was Nacharchać Dobrze panie Joanno Od której minuty Od początku do 25 Puścimy 25 minut Dobrze Zobaczycie Zobaczycie 成 na Facebookę Ruz Zobaczycie Potem Muzyka Zareszt cannot Mój Jest Zobaczycie Zobaczycie Polski Subcier ecosystem Сегодня у нас потрясающий гость, заслуженный артист России, автор всенародно любимых хитов «Я русский», «Встанин» и множество других, Ярослав Дронов, которого мы все знаем как шамана. Продолжение следует... 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 Ну и все, и после этого, да, получается, вот с администратором мы нашли. Это какая-то музейная машина или какой-то тремучий дедушка держал в гараже? Что это? Я, честно говоря, не владею до конца информацией, потому что как раз я поручил это Антону, и он этим занимался. А он, в свою очередь, поручил это своему другу. Поэтому, ну, там вот целая такая череда событий. Но самое главное, хорошо то, что хорошо кончается. Мы успели срок, и машина победа, я на ней подъехал, красавица, вот к американскому посольству 19 июля, как раз-таки, где я устроил митинг. Это был отдельный у меня вопрос, но вы сами на него вышли. Вы знаете, это было, конечно, очень эффектно, но еще более было эффектно, что после этого Джозеф Байден снялся с предвыборной гонки. Я читала комментарии у ваших подписчиков, поклонников, они пишут, ну вот, он уже шаманит на других континентах. И еще после этого стали замедлять Ютуб. Байден болеет сейчас, если он умрет, а что-то изменится, у американцев подкроются глаза на происходящее сейчас мире. Вы знаете, мне нет никакого дела до этого. Мне главное, что происходит в России. Ну, что я могу сказать на это? Я сделал все, что мог. Есть у вас друзья, которые вы прям по-настоящему доверяете? Есть. Буквально недавно я, наверное, месяцев несколько, месяцев, там, два-три интервью говорил, что в Москве у меня нет друзей. И, видимо, не заслужил еще пока что. Ну, так вот вышло. Да, понятно, что есть отношения там с приятельские, там, с коллегами по цеху и так далее. Но вот друзей таких, близких нет. И вот буквально этим летом мы с Григорием Лепсом общались с ним, вы знаете, достаточно давно, уже года два назад мы с ним познакомились. И вот этим летом мы с ним, я написал песню, наш с ним будущий дуэт. Мы с ним, в общем, так, на этой почве сблизились, подружились. И он объявил меня другом. И я его объявил другом. Недавно судьба подарила мне близкого человека, настоящего друга, настоящего мужчину, с которым я решил спеть дуэтом. И я написал для нас эту песню. Его имя и голос вам хорошо знакомы. А сам он не нуждается в особом представлении. Скажем просто. Народный артист России Григорий Лепс! Здравствуйте, господинцы! Всем счастья, всем доброго! Ура, товарищи! Так что теперь я могу сказать со всей ответственностью, вот у меня есть друг в Москве, и это Григорий Лепс. Что это значит? Дружба, это же понятие круглосуточное, именно на этом мы с ним и сошлись. И сейчас на автодозвонят, в телефоне у меня стоит контакт, он не может позвонить и в 3 часа ночи, что это делает, и в 4 часа, даже когда я сплю. Или я ему могу позвонить в этот момент и, допустим, сказать ему, что-то мне как-то это... Я приеду, давай покуртаемся. Я сегодня заступаюсь в том числе и со своих коллег, и за моих друзей, которых действительно заблокировали и несправедливо, и за моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся, вот уже очень тесно и близко общаемся, вот уже последнюю неделю. И все, я приезжаю, собираю вещи, через какое-то время я у него, мы с ним сидим, чай пьем, какие-то, не знаю, душевными переживаниями делимся. Ну и это происходит там в 4, в 5 утра, может быть, до 6 утра, может вообще, и как-то даже забываешь поспать. Ну вот, собственно говоря, и какие-то такие трудные моменты, которые тоже, ну уже за это время были, тоже как-то вот мы так их вместе преодолевали. Поэтому вот смогу так, со всей ответственностью сказать, что у меня есть друг в Москве, это Григорий Лепс. Кстати, привет большое. Скажите, пожалуйста, вы реально... И ждите наш туэк. Вы реально прям только чай пьете на чай? Ну я, если спать хочу, я могу и пару чашечек кофе. Ну а так, как бы, еще и, можно еще и водички, я же много воды пью. То есть я где-то литра 3, наверное, в день выпиваю. Это был провокационный вопрос, не пьете ли вы начально алкоголь с Лепсом? Ну нет, тут же ведь надо же поговорить, все-таки мы не за этим. Когда тебе, во-первых, когда человек, ну когда мне не очень хорошо, с горя вообще не рекомендую никому пить. Выпивать надо всегда на радостях. Когда вот у тебя есть хорошее настроение. Вот мне буквально, недавно президент подписал, Владимир Владимирович Путин подписал указ, присвоение мне звания заслуженного артиста России, это было 22 июля, у меня как раз был концерт, фестиваль, не сольник, аншлаг, 2,5 тысячи людей. И уже практически закончился концерт, я зашел за курицы перед песней на виз. И мне как раз Антон, администратор, показывает телефон, там указ подписан, говорит, дали звание заслуженного артиста, ну естественно, это прям был мозг, я от концерта еще не отошел, и я выхожу перед последней песней, перед завершающей композицией на виз, и во всеуслышание это объявляю. Только что, как только я захотел за курицы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин призывал звание, прослужил артиста России. Народ, конечно, прям, мне это очень понравилось, он поаплодировал, ну и вечером, конечно, мы отметили это событие, можно увидеть там где-то, выпивая водочку, разбивая рюмку, это все как бы, я же живой человек, это ничто человеческое, мне не черт, несмотря на то, что шаман, ну шаман-то я на сцене, хотя в жизни я и росла в дробь. Простой русский парень, душой нараспашку, под бежевая рубашка. Давайте теперь про вашу новую программу, которая называется «Очевидно, как победа», она заявлена как программа, которая изменит ход событий. Как журналист я понимаю, что такой эффектный пресс-релиз, но вот мне интересно, вы реально верите в то, что какая-то программа прям вот может такой эффект произвести? Идея названия этой программы у меня еще сложилась в прошлой осени, по-моему, в октябре, Антон, или в ноябре, примерно где-то в 2023 году. Даже раньше мы были во Владивостоке. В Владивостоке, да. Был август. Август. То есть год назад я как раз задумывался, что дальше. Ну то есть я же всегда, как Ярослав Дронов, как продюсер шамана, старается мыслить на опережение, что дальше. И мне пришло в голову слово «победа». И я считаю, что это правильное название, потому что третий год специальной военной операции. И моя задача как музыканта настраивать общественность, настраивать наших бойцов, которые сейчас на передовой просто героически отстаивают нашу страну, нашу родину. И моя задача как музыканта – поднимать дух, поднимать дух людей. Сейчас я хочу представить вам артиста, который впервые выйдет на главную сцену страны. Мы познакомились с Егором 9 мая, в день победы. Его история и талант тронули меня до глубины души. И я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем тем, кто дал жизнь за родину, за наше настоящее и будущее. И мне кажется, что, я думаю, что я не ошибаюсь, что лучший способ для этого – это назвать программу. И вы же понимаете, что это значит? Что во всех городах страны скоро будет слово «победа» на каждом шагу на афише развешивание. То есть это какая-то нейролингвистическая программа. То есть, понимаете, человек смотрит, у него от этого поднимается настроение. Вот это красное слово «победа», яркое. Он посылает в своем сознании мысли в космос. А если он один человек увидит, потом же там не один увидит, а много человек будет. Те, кто будут ко мне на концерт, это же целый город будет проходить, видеть победу, победу. И они все об этом будут думать. Вся страна будет думать о победе одномоментно, начиная с сентября месяца, когда уже стартует тур по городам страны. И мне кажется, что как раз-таки именно это, потому что вся страна будет об этом думать, приблизит победу. Победа! 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 Вы собираетесь с этим гастролиным туром до победы гастролировать из Витязя? Ну, вообще, слово сильное. Мне кажется, что как только это случится, мы же потом будем праздновать победу. Я думаю, что этот тур будет еще актуальным и после того, как победа случится. Поэтому вот такая задача. Но самый старт этого тура и первый большой концерт и презентация этой программы, в которой, безусловно, будут и новые песни, и всем полюбившиеся уже хиты, она состоялась 22 августа, в день российского флага, на Красной площади, в самом сердце нашей необъятной Родины. И это, конечно, было эпохально, триумфально и просто незабываемо. Были сложности определенные, потому что это беспрецедентный случай, когда на Красной площади, в самом центре нашей Родины, проводятся не парады, не какие-то государственные мероприятия, а именно вот сольный концерт, сольный концерт музыканта, но теперь уже заслуженного артиста России. Вы на поклонке пели. Ну, то есть у вас такие масштабные, скажем так, исторические места в Москве, на Поклонной горе, как будто бы. Ну, там был не мой сольный концерт, понимаете, а тут уже целиковый сольный концерт. Вот в этом и заключаются масштабные события. Вот в этом-то вся соль, вся суть. Все-таки вернемся не просто к НЛП, а к тому, может ли песня действительно повлиять на ход истории. И вот есть действительно песни «Вставай, страна огромная». Вставай, страна огромная, Вставай, на степный бой. Которая помогала, вдохновляла в войну. Но вот что бы меняло, вот такого не было. Или, может, вы знаете, а я вот, например, не знаю. Ну, мы же ведь не знаем, что могло бы быть и какие результаты этой войны могли бы быть, если бы этой песни не было. Если бы эта песня не была создана, не была написана. Поэтому история не терпится слагательного наклонения. Случилось так, как случилось. Мы победили тогда, мы победим и сейчас. Тогда звучала песня «Вставай, страна огромная». Сейчас звучит песня «Встанем». И это, кстати говоря, у меня буквально сегодня, как ни странно, сегодня у меня эта мысль врезалась в голову. Получается, что это параллель действительно. Хотя при этом я, когда писал эту песню, я об этом даже не думал, не знал. Но так получилось, что песня «Вставай, страна огромная» Кажется, была написана на второй или первой же день рождения, когда случилась война. А песня «Встанем» я выпустил 23 февраля 22 года за день до специальной военной операции. И 24-го как раз уже вся страна ее подхватила. И это, ну, скажем так, песня, такая моя первая ласточка, благодаря которой на меня обратили внимание очень большое количество людей. И именно с этой песни дальше уже пошло мое движение, концерты, уже гастроли. И уже стал как бы что-то из себя представлять как артист. Написана она у меня была вообще-то 1 января или 2-го 22-го года. То есть, получается, там, за два месяца до специальной военной операции. Вот. Честно говоря, это, наверное, у меня то, и то. Я никогда не писал песен подобного плана, патриотических. И я, честно говоря, даже не знаю, почему, почему вот так вот в соавторстве нашим небесным творцом такая песня родилась. Я не знаю почему. Мне кажется, что из-за того, что я достаточно долго шел, чтобы занять свое место под солнцем, 15 лет мой путь был такой осознанный, творческий. И хотя на сцене вообще с 4-х лет, через 2 года будет 30 лет, как я на сцене. А как вы думаете, почему вас часто обвиняют в том, что вы патриотизм взяли как коммерческую идею, как-то вот номенклатурненько там все? Понимаю. Но я на это так отвечу. Вот если чуть-чуть там назад отмотать, Леночку, 9, 10 и 11 марта концерты сольные 3 подряд в Крокус Сеть Холл. Ну, когда он еще был до трагедии, цел. Концерты подряд. 3 Крокуса, 3 аншлага. Программа называлась, внимание, «Ты моя». Лирическая программа. Мы продлевали 8 марта. 3 аншлага подряд. То есть в моем репертуаре, почему я это все говорю, есть песни не только патриотические, но есть песни и лирические, и такие легкомысленные частушки даже, можно так сказать. И рок-композиции, и композиции религиозные, и философские, и прародители. Ну, в общем, А там я не глядя Свою за твою. Ведь я тебя, мама, Не просто люблю. Я все там на свете, Мама, Снай, Ты только до меня Не умирай. И в том числе и патриотика. И это все, Это все грани моего творчества. Это все то, Что я не хочу прятать. Это все то, И даже народные песни есть. Это все то, Что я хочу показать. Потому что это моя мозаика, Это мой пазл, Который я создал Со своим чувством так-то, Вот как мне это кажется правильно. Так что вот такой коктейль, Который я создал, Называется шаман. Вот. Поэтому в моем творчестве Есть абсолютно разные песни, Не только патриотик. Поэтому те, Кто считают, Да, да, Безусловно, Сейчас самая яркая, Конечно же, Грань, Составляющая моего творчества, Это безусловно, Патриотические песни. Потому что сейчас очень Такое обостренное, Сложное время, В котором мы живем, И, безусловно, Я как человек, Который живет, Который родился, Вырос и живет в этой стране, Сейчас понимаю, Что страна нуждается В поддержке. И я как могу ее поддерживать. Буквально 12, 13, 14 августа Я в... Был очередной мой приезд Города Новороссии. Не знаю, По-моему, Пятый, наверное, Или шестой раз Я там как раз-таки Приезжал на Запорожское Атомную электростанцию, Которую вот... Обстреляли там. Потом еще заехали В Токмак, Город там, Тоже потом Мы уехали, На Тоненького прошли, Тоже обстреляли. Ну, то есть, Мы прям Очень прям близко были К границам. И вот я прекрасно понимаю, Что сейчас Люди там нуждаются В моих песнях. И это надо видеть Были глаза этих людей, Которые говорили, О, да ладно, Сам Шаман приехал. Я... Ты понимаешь, что... Когда говорят, А страшно там было, А не страшно, Ты не думаешь об этом. Ты реально Служишь просто народу. Служишь народу России. Ты приезжаешь И... И, во-первых, Такие поездки, Вот такие концерты, Они и остаются На всю жизнь в памяти. Потому что я Точно понимаю, Что эти дни Я точно прожил не зря. Вы предвосхитили мой вопрос. Я спросила об этом Олега Газманова. Я говорю, Слушайте, Ну вот если честно, Свистят пули, Бомбы, Там, не знаю, Все это, Я не знаю, Как женщина не разбирается, Какое оружие. Ну, там постоянно Риск погибнуть. Говорю, Вам не страшно? Он говорит, Конечно страшно, Я же не идиот. Говорит, Ну, преодолеваю. Вы сказали, Вам не страшно. Ну, А вот если вот прям Совсем-совсем, Вот прям, Что вы там чувствуете? Знаете, У меня очень в этом плане Простая философия. Как говорил, Кажется, Амбросий Оптинский, Все свои скорби и немощи Я переложил на Господа Бога. Поэтому, Вот пусть он печалится, Когда мой срок На этой планете Закончится, Знает только он. И пока я здесь нахожусь, Пока я живой, Пока я здесь служу Россию, Народу России, Значит, Я нужен, Значит, Мой путь еще не окончен. Если случится чего, Как православный христианин, Мы должны быть готовы к смерти. Ну, И вообще, Жизнь – это подготовка к смерти. Жизнь – это подготовка к вечной жизни, После смерти. Поэтому здесь Не стоит так это Бояться. Понимаете, В чем дело? Поэтому я боюсь. Значит, Сколько мне дано Жить на этой земле, Столько я буду. Больше или меньше Я не проживу в любом случае. По поводу песни Душа на роскошку Ведь это Мой дом, Россия. Я простой русский парень, Нас таких миллионы, Я по жизни шагаю, Под счастливой звездою, Душа на роскошку. Сейчас я читала, Есть же ваши поклонники, А есть хейтеры, Они пишут, Ну вот, Понятно, Это модный тренд, Народничество. А я, Не поняла, Что вы с детства Были в народном коллективе, И что вы вообще Режиссер хора народного. Руководитель, Руководитель народного. Да, Абсолютно верно. То есть я учился По специальности Музыкальной школы, Я закончил 7 лет По специальности Сольный народный пел, А потом музыкальный колледж. Понятно. Они войте хум? О, понял. Не ма храпутания. Не, не, не. Не ма храпутания, Сиј не ма, Але помим пану, Же уже таня вывиад Третьи раз сухам. Ну, можна го зразуметь. И он есть целый час Цекавый. През то, что есть Ващний такой приказ Забачьте, люди. Такий простолинейный, Такий нормальный члопак. Душа на раз пашка. Члопак саоседства. Он говорит, что он шаманом, То есть на сцене, Аль прыватно, То я естем звук ухлопак. Павли, что. Так, так и есть. Он тут ничего не удается. Видите люди в ним пыхе. Видите какую-то кокетерию, Какую-то прудерию, Какие-то сладкие умизги, Какие-то сштучности. Не. Пане Войску. Натуральность, мертво, Стромность, покорство. Какие-то шпанельство. Прежде всего, Он является мужчиной. Не крысь, не крысь бедрами, Так, как это в Польске есть. Потому что это, Прежде всего, этот тренд Прилаза Соединенных До этой Унии Европейской. И это модно. Звучите внимание на вывяз. В какой форме это происходит? Тотально и нормальный. Правда? Ага, прежде чем! У кого вы можете в kingdomе? Тех proving он оказался? Техnhesperация недолト� Theater. Какие-то повседские. Кубы. Не лампо, Не лампо, Су... Тотальнес Бардах. У т. А до з. У, преш exemplo, аж мило поважать. Аж мило поважать. Апстращив voting, soy из-заwoman полученği шпанель district, И музыки, и слова. Как же красиво, и Паня Янно. Как же красиво. Каждый оттвор есть пресудный для меня. Я скажу Пані мне отверстие, что так как Витка, я очень часто слушаю, правда? Есть это немного в ином стиле. Но этого чувака, то это есть что-то неправдоподобное. Это есть что-то неправдоподобное для меня. Это такое приемное и дающее укошение в наших тяжелых ситуациях, как я его слушаю. Ну, а помню отверстие, что мне тоже, Пані Янно, не достаточно за уросшу, то очень много помог, потому что я лучше при нем чувствую, как я его слушаю. Звычайно. Так, потому что мы тяскнимся за нормальностью, Пані Витку, а мы старши, видим, что нормальность Паги была. Паги была, умарла, так как умарла та Польска. Так умарла и нормальность. Мы уже в Витку видели такую нормальность. Он уже, он уже, как у нас музык из улицы, уже до нас тратил, до наших сердц, потому что он уже такой нормальный, такой, как когда-то были люди. А то все все так скуррилило. То есть мы это видим, как явиство в сегодняшнем мире. Так скуррилило, так скуррилило, так скуррилило. Мы тут посчаем специальный программ, чтобы показать нормального человека в России с поназнатуральным даром, потому что дар есть Божий, есть матер дары, как говорили вам, до танца и до ружаница. Но нормальность презентуем. Мы тут не показываем Кролевича из байки, богатого, надзанного шеклами невыгравными, хоирака из Америки, и пописывающегося, хивающегося на боки, гадающего по американску и уводзомого наши битны полки. Не, это обычный шоколик, самый обычный шоколик. И эту звукость он так захвыциал. Захвыциал не только нас, панино-воистку. Там люди тоже это видят. И был один из концертов, когда он сам себя завстыдил, аж в часе, когда он вышел на хвиле, там спал такой концерт. Не знаю, что это не было в последних дниах. И звонит до него сам президент. И выходит и говорит, что он у них что он у них что он уехал телефон, что он уехал на заплечку, потому что он у Владимира Путина, от президента, там, он уехал не то сказал, не памятаю, как это было, Владимира Путина, который тоже с ним взросла. И так как говорила, Панино-воистку, не мылила себя. Такое, я надеюсь, что будет для него виспартием. Он будет виспартием для всей Роси. То, что этот старший пан, которого не знали, всегда сказал, что в истории так, что он уехал, С сердцем. Он сказал, что он, как он делает, он так делает, как ему сердце наказывает. То есть он сердцем делает. И если он фактически этих людей покерует, то он может обнижать эту ненависть у такого народа, например, как наш, если бы вы достали нашего приказа. Та шлепо, глупо, ненависть, которую вам сомат, полиньицы, ненависть, как бы вы говорите. Паню Анну. Ну и как вам себя подобен? Словяни. Не ма рыжей броды. Паню Анну. Паню Анну, не ма навет такой шансы, чтобы полиньицы зразумели что с этого. Не. Прошу обратить внимание, что в России, как в России, как есть неразь фильмы, которые были сделаны из нормальных людей, то некоторые люди говорят, что там совершенно не так, чем нам тут сказать. И если бы так не было, то такая особа как шаман о таком сердце и таком таленке не был бы достанен. Паню Анну. 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 А сейчас в Польсце, это просто страта времени. Страта времени, дорогие панцы. Это так, чтобы дай-ли порой, какой-то гоненling автомобильный панец, кто не бреет езжить. Ну так, поровнам, то есть, не в том, что страда часу, дорогие друзья, не докенись, потому что этого не чувствуют, этого не имеется, потому что как может быть народ, который в своей totalной большинстве помогает выродням, еще раз повторяю, Бандеровским, то есть трендом этого полскоязычного ряда и еще с хоромглевками полскими, потому что им кажется, что они полаками, потому что они в Польше уродили. Ну не, это обычное лайно, обычное лайно, а тут вы видите разницу между недведием, а таким дудзем, или иними из Унии Европейской? Дудзем, ostatnio врага, по циану специальному, хвалил себя, как миллиардов соток, из ваших кишечек, по углу, дај там, на упадлинку. Так, и сказал, что конца не будет. Далее. Лицьте, что все будет дрожало, потому что нужно там давать. Скорее, что люди принялись, чтобы недведь когда-то робил в против своей краю не человек. Не, абсолютно не. Он отклини 반드ста, и в рации отклиният его. Потому что, потому что они тоже люди, которые, благодаря которому, они себя так, как они должны. И никогда в истории света не было так огромного упражнения, практически, можно сказать, 100%, как и Россия. Никогда! Потому что никто не сделал для своего народа так много, как Владимир Путин. Берясь под внимание, что он достоял трупа, прежде всего трупа, по тем Ельцине. И он его так прекрасно заранимовал, что, смотря на то, что там происходит, то только позавдростить. Только позавдростить. В этом случае, в какой ситуации была Россия в момент принятия путином Путин по Ельцине. И вспоминам, 12 миллионов Россия смерло с голоду. З какого повода? З поводу того, что чеснокови большие промышлевцы не платили Россия. В этом Путин сделал порядок. Каким надо быть идиотом, чтобы его, за перепросением, поровнувать до чеснка? Каким надо быть идиотом? Каким темпым гноем за перепросением? То может и с шамана сделают, Пане Войску. Рысы чисто-словианские. Но с шамана, то ci полиниасы тоже сделаете чеснка, правда? Пане Яне. Рысы чисто-словианские чеснка, рыжоброды, не потратите видеть чеснка. Но тут и в этом шамане найдут, Пане Войску. Они в средствах учтивых Polаков будут доопытывать чеснку. Но тем, которым дупы лижут, такие как właśnie рыжоброды и ини в конфедерации, я вспоминам, что 85-90% есть чеснку, то там не ма проблем. Тего не видят. Видят на пыль цеснку у нас. У Пани, что Пани Эстерка. Я, что цеснку в Нормандии. Маткобосска. Маткобосска. Ви, как вы, вы, вы даже не знаете улы. Даже не задаете себе справи с вашей улы. Это в голове не вмещаетесь. Таким людям даже нет. Ницкода часу на дискуссию. Бо и конец. А нех за перепросением идут этим трендом. Я бы хотел, чтобы это было бы успешно, чтобы это было бы быстрее. Чтобы кара вас встречала еще быстрее. Потому что не лидьте на то, что Бог на эту землю прийти с помощью, до Польши. Не лидьте на то, потому что вы на это не заслужили. Конечно. Но если у вас есть пример, что Россия срежала кайдану и это не понравится. И вам по голове тоже не понравится. Потому что вы волите через свой эгоизм и страх идти с этим трендом частковым за каждым разом. Но о чем тут в общем говорить, пани Анну? Вы даже не можете на вашем подборке по себе поспешить. И вы тут пробуете чувствовать на недвизиах? Ким вы jesteście, мирноты? То даже не такое смирдзомое поветро. Прециону еще. Которое, как быстро влазло, так быстро вылазло. Тим вы jesteście. Даже не зошелся. Даже не зошелся. Так же, пани Анну, очень дякую за те материалы. Для того, чтобы ты знал понравилось это, super. Он там еще говорил, что хлеба на хлеб, на хлеб зарабатывал сам и подавал там, как работал. Так что был бы взорцем для этой полской молодежи, уже такой околовачальной, что только себя бавил. Их жизнь это забава. И пятки, 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 пятки. Малование, пить и так далее. Не буду этого поменять. Это уже totalный бардак. А он говорит о заработании на хлеб. Существует. В Порце в молодых людей говорит, что он заработает на хлеб. Нет, он делает американские карьеры. Так что так полцы заамериканизировали. Так что мы вошли в бардак американский, Америки вон. Что мы, панец Войтку, видя такого чувака на сходе, не можем уверять. Причем я говорю о себе. И это пану говорила вам перед программом. Поэтому этот программ сделали. А одновременно Богу дякую. Потому что умерла бы и не дочекала бы на какой-то молодой, нормальный нарыбек. Но дочекала бы на сходе. Виде человека нормального. Хлопака, который будет эти ценности промровать. Что умерла. Я что я, как женщина, это очень довольная, а одновременно имеет скромность и какой-то родной стыдливости, которые тут легко вылакать. А однако, влага есть большая. Он потратил ехать и на границе для жоуниевых спевать. Они удивляют, что он может быть влагой. И ты того, что не боишься, что ты сгинешь? И он говорит, что ты будешь жить, что ему будет. И на конце тоже очень хорошо закончится. Этот вонтек досzedел до 25 минуты, как показано этот мник, старушек и он, как говорится о Богу? Так. И если этот свет уже закончится и тут замкнет очки, то будет он, Бог. То есть это такое поучение у этого человека цеха и ментства, и отваги, и покоры, и встыду, которого уже наша молодежь не имеет. Я думаю, что тут сейчас отак нам не посыпи отразу и ображено будет много мастеров. Как это? Мое дитско есть встыдливое. Мое дитско есть доброе уложенное. Мамуси, коханы, татусиови, вы себя осукуете. Наши дети уже давно поплынули все шампы. Они себя тримают. Како тако, бы я сказала. Но како тако мне не достаточно. Потому что я памятам часы, когда молодежь была нормальна. И это не kwestия уплыва часу. И о том меня сейчас Россия поконала. Это не kwestия уплыва часу, только приплыва на неодоповедний канал. Прошли мы на канал американский. И та Америка, та Sodома и Гомора знистрыла наши дети. И видя сейчас, что это не есть kwestия часу, только kwestия выбору. То Россия не пошла, не дала себя заамериканизировать, поэтому там такие дети могут уродить и могут в добрых условиях взроснуть. Он только меньше даров даны от Бога. А те дары ма по то даны, чтобы дьвинул и был спартием и других. А навык и самого приводца, которому тоже может уже невели и сил бракует. Скоро целый мир. Он спит, что он спит, что он спит, что он станет против своими народами. Съему мирови, целому святу. Это его в гуле здесь приказ есть петь. Для меня это на правде пример, пани Войтку, очень мудрый, скромный человек, который будет вплыв на Россию будет вплыв на Россию. будет панели, что вы знаете, видите, увидите, что вы Нормальности говорить в Польше. Преcież сегодня не мало женщин в своей большинстве, потому что портки заходили. Но хлопы забрали от этих баб в пуднице. И еще шминки используют. И колчаков, и других вещей. Преще они больше носили чем эти бабы. И Пани хочет, чтобы это был пример правдивый мужчина в Польше. Это обычная баба чотов. И как я уже не раз увидел, как я уже не раз реакции этих чотов на вашем территории, в таких околичностях, о которых я не могу никаких въемлемствий. Того даже, wie Пани, не важно лать с открытой. Как такую блач демобилу најгорсшую. Не важно, потому что они так перед доштием до него обычно не посрали. То есть в голове не мещи, Пани, где мы живем. Мы старцы в pewnем стоплину, ну, по 60-те то уже не есть младенешек. То мы будем рвать еще не раз. А это диадоство палцем не руси. Он пойде на сићовне, так, нахшшаня этих стерыду, пугугугуек, дебил еде. А как треба чоколијк зроби, то не. Они си ментзи собом бендо лати си киболе. Але там, где треба, их не ма. Оцем, кој, глидали, где вы 지�и, в екиболе, на пумп beberно, дубки, где? И, На ваших очах. Работают, что хотят. Илость преступлений Взросла неботечная. Вас не Спевают вам То, что хотят. То, что с вами сделают, Это вам спевают. Препоминают дословно вам, Что сделали с праздниками, То сейчас с вами это хотят сделать. Пани Анну, Это дебилизм. Это уже просто конец. Таким человеком, Как в России, Чтобы кто-то его ценил, Это были единственные. Это шкода такого человека. Бог везет, где его послать. Пани Анну, Правда везет, где его послать. Не позволил бы, Чтобы такая человек Семь манула в этом говне полињске. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Ви пани, что? Франция это багаж. Но в сравнении с полицей, То, что сцем с поветом можно слабить еще? В Польце? То, что думает, что я видел, То все это все в России, Что все было здесь, Что было, чтобы только, С пространством, Украинцы, И с флагами, Манифестованы? Или какие-то вещи, Они были? Было, ale to kropla в море в сравнении с тем, что есть в Польше, в этом поле. Кропла в море. Так, пожалуйста, панина. Панина войска, тут настоящая милость, которую он представляет, не та барда шана американская, работает в обе стороны. Он любит матку, способен показать в отношении к матке, ойчизне, народу и так далее. Но это спряжение обратное. Это в обе стороны. Поэтому он может любить свою матку, ойчизну, народу. Но нам кто-то зарзучит. Памятам такие тексты, как там уже сильно начинают делать, как Бомкевич в какой-то разуме с кем-то в этих медиах народовых в том, что это не так. Но шкода, что так си зле и в Кощеле, и в стране. Но не можно не кочать матки. Матка сиема една. Не можно на матке ни костиу, ни ойчизны выдивить. Мне уже тогда это не понравилось, потому что это на логике не правда. Если ребенок имеет матку-нирундницу, не буду себя тут выражать, потому что тварно-р вырвать, досадное, то, конечно, оно в определенный способ что-то будет уничтожить. Если кто-то будет уничтожить, что-то есть матка, то какая-то там милость будет себя тлила. Но я не верю в то, чтобы детство нормальное было в состоянии кочать курестство, даже в собственной матке. Будет себя перед этим бронить, будет тупать ногами и будет напоминать эту матку. Мамо, памятайся, потому что ты моя матка, но перестанешь в ней быть. Если кто-то будет пробовать до нас, что мы, пане Войтку, сдрадимы, потому что так бридко называем эту Полину и мы ее не кохаем, и этот костиум матка, мы его уже не кохаем, то мы сдрадимы? Не, то не мы сдрадимы, то не дитко сдрадим матку-нирундницу. То матка-нирундница сдрадима дитко, всегда так было, есть и будет. Дитко? Дитко может быть сдрадено, если матка-нирундница, но дитко не сдрадима własной матки. И так само это все же все равно. То есть он имеет матку родную, мудрую, матку-нирундовую, матку-нирундскую, президента-нирундогое, и этого в небе ойца. И он знает, он имеет системы вартости, что мы укладываем. А в Порсце дети, что они имеют? Пане Войтку, не только в артах, но замен, такой замен, для святого спокоя, для святого спокоя и этих сребрников, которые плывут из Америки ВОН и Израэла, ниж те дети радовать полињске. То есть кога я мам кочать? Тих здрањцов, тих запсцањцов, тих сребрников, тих сребрников, тих сребрников, тих сребрников? Пане Войтку, от р. 88... И еще до Мошањске. От р. 89... От р. 89... От р. 89... До дня дизейсего есть только горжи. В связи с тем, на правде... Кажда милощ ма свои границы. Правда? Если прихотимы в пресктауцене патологии, в что, что уже есть в шизохрене патологии, то, выбачьте, додите, пањство, то, либо себе здание с правы в т.е. с гуна треба вењсе, або будем в т.е. тквиць. Те просто. Мы не мање права дизейси, ани спирачь тег польско-јзычнего рањду, ани в т.е. в т.е. в т.е. в т.е. в т.е. т.е. в 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 т.е. вт.е. не видите. Вы выполняете dokładное то, что от вас требует системы. Ах, Панин Анно! Хочетла Паня поговорить на тему по углу-фага, сверч мозга, конфидента Уана, так? Так, но еще одно, что тем, что Америка, то, что тем Заходом, тем блистрем Америки войны, то новочесностью был такой велик, Паня Войтку, что Поляцы считали, что они Пана Бога за ноги за ноги, а остались с горыми дупами. А та Россия вышмевана, что такая дика, завстречнена и так далее. Прошу-барду, перепасть между тварцом этого детка и других тоже. А тварцами наших детей. Не видите этого, люди? Не видите этого? И сейчас, один мудрый там когда-то сказал, вспомнил мне такое, 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 на этот час. Бытие тренды это последний этап перед бытием тандетным. И то тренды, за которым наша молодежь, поколение и еще wcześniej шло, чем шло? Тандетом. Тандетом и еще раз тандетом. Тандетом и еще раз на куке гною. Так, пани Анна. А что до Олшайского. Олшайский, так, не донервировал пан Бук с ресторками еды на броде. И так, как я тебя облажала, так мне вспоминала. Почему не донервируем тебя на броде твоего пана Рыжа брода? Ольга. Паня Анна. Питание реторичное. Реторичное, конечно. Так, на закончение. Тен, кто то мил ратовать дети, а выставил до него кобицы. Виделам это, пани Войтку. Ладный банер. Тот, подобный до Матки Божей. Матка притуждая децето. И Олшайский хочет себе руками баб выконать революции. Он говорит о революции. Я говорю о контрреволюции, а он говорит о революции. Людовом. Бабы си мај бить. Ну то чем ты Олшайский ровнишь от тех леваков и хеминизм, который они голосуют? Ни чем. Ни чем. Ни может так быть, чтобы бабы то что-сми мај сделать. Не, не ма чегось такого. То не бабы мај 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 ... ... И как я смотрю на это видео, то так как бы у меня своего сына перед очками. Докладно, подобно мой сын был убран не раз. И те самые рисы видеть, просто те самые рисы. Что-то неправдоподобное. На этом видео как бы я видел отбитие моего сына. Фигура и тварь. Мой сын есть высший, потому что мы 95. Но оголнее фигуры очень подобные. Счупы и точно такие ущемы. На почтку, как мне это скучало, аж мне заткало. Фактически на этом видео, очень подобный для моего сына. Доброе, Паню Янно. Пишем в комментариях, вкоментуем кротко и пожегнёмся. Пожалуйста. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. Пят. Еще раз Паню Янно пускаю. Препрошу. О, оно не бездетно скучное, потому что не бы не пережил. Зиадостно. Те телефоны были так, что так, чтобы только вкурить его. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. В России возвращайся домой. Здесь всегда помнят тебя, ждут и любят. Паш, родной, свободно и легко отдыхает только в России. Так. Памятны, ждут и любовь. Так нас запрашивают. Сама, дороги. Памятны, ждут и любовь. 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 Времь, ждут и любовь. Думаю, ждут иEMA и любовь. И фибринские формы любви. Я умер, пана Иоанна. Так есть, Пані Милану, дякую за те слова. Ровно же ся приўучам. Жычитываю Państву доброй ночи и з Панем Богем. Правдивым Панем Богем. Пану. Дякую сердец и з Пану Богу.